Меня зовут Костя Сан и сейчас я расскажу, что я думаю про сплитбординг. Сплитбординг это популярное в наши дни направление, когда ты разделяешь доску на две части, клеишь на скользя камус, поднимаешься вверх, как на лыжах, а скатываешься вниз, как на сноуборде. Но многие считают, что это слишком сложно и слишком дорого. В начале сезона в магазине Кант на Нагорной я читал лекцию как раз на эту самую тему. И сейчас я попробую передать суть этой лекции. Итак, первый миф. Сплитбординг это дорого. Да, доска стоит дороже, чем обычный целый сноуборд, но давайте попробуем найти место этой доске в вашем арсенале. Я думаю, у каждого райдера есть два сноуборда. Один, к примеру, универсальный или парковый, а второй рассчитан на глубокий снег, на какой-то там фрирайд. Так вот, я вам скажу, что сплитборд смело может занять место второго сноуборда в линейке, а не третьего. Итак, вы можете использовать сплитборд как паудерборд, как доску для глубокого снега для катания по курорту. И отсюда сразу вытекает второй миф, что сплитборд это нечто болтающееся, абсолютно без торсионки. И самое главное не кататься по курорту на сплитборде, потому что вся фурнитура начнет болтаться и быстро выйдет из строя. Вспомните, сколько дней в сезоне вы проводите на склоне, сколько выездов в горы вы делаете. Я думаю, в лучшем случае наберется около 30 дней катания. А теперь представим, сколько паудер дней будет в этих 30 днях. Я думаю, ну, дней 10. То есть, от силы две недели в сезон вы будете проводить на сплитборде на склоне. За две недели с ним ничего не произойдет. Да, сплитборд ощущается как сплитборд. Конечно, он в катании немножко отличается, чем обычный сноуборд. Но в условиях мягкого снега многие не замечают, что они катаются на сплитборде. К тому же, если вы видели мои ролики, почти все они сняты на сплитборде. Крепления. От них во многом зависит, как ваш сплитборд будет вести себя на склоне. Вы, наверное, слышали про переходники, адаптеры от фирмы Войль для обычных креплений. Так вот, первое, что вам нужно сделать, отказаться от этой идеи и купить себе крепления для сплитборда. Потому что от них зависит то, насколько живо доска будет вести себя на склоне. Сейчас в линейке Caracorum и в линейке Union есть крепления, которые вы можете использовать и на обычной доске, и на сплитборде. И это могут быть ваши единственные крепления. И они действительно хорошо ведут себя в катании и на той, и на другой доске. В руках у меня Caracorum из серии Connect. Серия, специально созданная для использования этих креплений на мягком сноуборде. Также есть возможность установить их на сплитборд. И это хорошая опция. В прошлом сезоне, почти весь сезон я откатал в этих креплениях. И когда ты переставляешь эти крепления на сплитборд и пристегиваешь его к ногам, то ощущение полностью такое, будто ты на своей обычной доске. То есть тебе не нужно привыкать к новым железным креплениям. Ты в тех же самых креплениях, в которых только что катался на своей обычной доске по курорту. И это круто. Итак, если вы задумывались о сплитбординге, смело приобретайте себе сплит. Берите хорошее крепление для сплитбординга. Если нужна скидка, обращайтесь, пишите мне в директ. Ссылочка на мой инстаграм будет где-то здесь. Это был Костя Сан. И вот что я думаю про сплитбординг.